Приветствую всех на канале Организм 2А, продолжаем прохождение. Нужно поговорить с ним. Вот он. Так, вот сейчас задание поговорить со швейцами. Этим мы извинимся, пожалуйста. Товар угадали мы. Где-то еще один. Вот он где. Поехали, не знаю. Что им нужно? И где ж находится Мирин все-таки. Скользкие твари. Святилище Асклепия. Бога медицины. Лучше доверить лечение целителю, а не Богу. Хочешь принять очищающую ванну? Приходи в следующий раз. Мне нужны сведения. Тогда отправляйся прямо к Аиду. Я хочу знать больше о Спартанке, которая когда-то пришла сюда. Твой орел нагадил тебе в уши. Мне не положено разговаривать с наемниками. Особенно о женщинах из Спарты и больных младенцах. Мой орел вырвет тебе язык, жрец. Пощади. Только не язык. Не как Мидону. Хрисис запретил мне говорить с хозяйкой орла. Правда? Расскажи мне о женщине и ребенке, и я не утоплю тебя. Как тебе такое? Прошу, нет. Хватит с нас одной смерти. О чем ты говоришь? Змеи. Змеи. Они повсюду. Видно, сбежали из Толоса. Мы держали их там, но они заползли в бане. Они кого-то убили? Один пациент был в банях, когда они заползли. Он ужасно их боялся. Умер на месте. Твари сидят на его челе. А если я избавлюсь от змей? Ты поговоришь со мной? Разумеется. Без очищающей ванны больные не смогут исцелиться. Каким образом бани помогают лечить больных? Асклепий посещает сны тех, кто очистился. Сперва больные должны принести жертву и омыть свои тела. Только тогда они могут войти в Аббатон, где Асклепий исцеляет их. Как змеям удалось выбраться? И почему в святилище их так много? Это все Дореюс. Он не должен выпускать их из Толоса. Больных душой пациентов лечат при помощи змей. Их языки как поцелуи богов. Я мигом очищу бани от змей. У Икара будет пир. Не убивай их. Дореюс разозлится, что его змей порубили на кусочки. И что мне тогда с ними делать? Змей привлекает тепло. Холодная вода поможет от них избавиться. Можешь воспользоваться трубой под землей. Я очищу бани от змей. А ты расскажешь все, что знаешь. Ладно. Я могу убить их по одному. Или утопить всех сразу. Ну? Змей больше нет в банях? Я порубила этих скользких тварин на кусочки. Мои змейки! Что вы сделали с моими змейками? Они заползли в мои бани. Из-за них погиб пациент. Ты! И это все ты! Хорошие змеи, мертвые змеи. Ты заплатишь! Будь ты проклята! Ну? Ну? Что ну? Я избавилась от змей. Так что выкладывай все, что знаешь о спартанке и ребенке. Собственно, я ничего не знаю. Я пришел позже. Тебе нужен Мидон. Но он ничего не расскажет. Ничего, никому и никогда. Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Змеи, чтоб их... Хоть ими узнала. Нас развели! Нас развели! Прочим, ничего. Сюда. Сюда. Пусть я склепь избавит ее от мук. Она умрет? Если боги не услышат наши мольбы. В Арголиду прибыло много больных афинян. Но поправились единицы. У девочки тот же недуг. Я могу что-то сделать для тебя? Мне говорили о хозяйке орла. Она жаждет лишь крови и денег. Не трать время, жрец. Обсудим мои желания, когда девочке станет лучше. Больных все больше. А лекарства у нас нет. Жертвоприношения не привлекли внимание богов. Ни свиньи, ни козы не помогли. Нам нужен зверь, чья кровь разожжет пламя достойное склепия. Что ты предлагаешь? Говорят, в окрестностях святилища, вроде бык с белоснежной шкурой. Ступай на запад, к берегу. Приведи его живым. Боги не смогут не заметить такую жертву. Я трону твоим участием. Но я знаю, зачем ты здесь. Все жрецы поклялись Крисис, что ничего не скажут хозяйке орла. Или заплатят за это жизнью. Но я служу богам и больным. И верен лишим. Окрестности огромны. Ты можешь уточнить, где именно находится бык? Последний раз он пасся на горе Кариф, у руина Сины. Зачем вести быка живым, если вы зарежете его? Мы не просто заряжем его. Мы польем его голову водой. Если он кивнет, продолжим. Когда боги, люди и звери участвуют в жертвоприношении против воли, это обман. Чтобы спасти больных, нам нужны кровь, кости и жир быка. Расскажи о Крисис. Она держит всех в страхе. Мы обучили ее всему, что знаем о врачевании, о богах. Но пришли другие. Люди в масках. Изменили ее. Выжгли сердце. Заменили ей богов. Я приведу тебе быка. А бэк мог бы где-то поближе расположиться. Так, Фобос, поехали. Вперед, Фобос. Вперед, Фобос. Белый бык. Я опоздала? Белый бык. Белый бык. Я опоздала? Белый бык. Не то чуть-чуть нажал. Вряд ли он у нас по своей воле Я заберу всех Хватит и его Это плохо Вот с разбойниками тоже разобрались Пока не перестанут липять Противно Надеюсь, этого хватит Если им нужен целый бык, пускай приходят сами Субтитры сделал Dima Субтитры сделал Dima Прошу, помоги ты ей Удалось найти быка Я не смогла привести зверя живым Но принесла его сердце Так, Асклепия не у милости, ведь Зверь не хотел умирать И сердца хватит для спасения Лишь одной жизни Прошу, Мистия Белый бык принадлежал мне Я кормлю половину арголиды Люди будут голодать Умоляю Болезнь убила моего мужа У меня двое детей Что с ними будет, если я умру? Я богата и могу заплатить тебя Ничего, помоги лучше им Ты убила быка Выбирай, кому помогут боги Я знаю, каково быть брошенным ребенком Молись за девочку Ты пожалеешь Сложный выбор, Мистия Но он сделан Остальное в руках богов Я сдержала слово Спартанка, что ты ищешь? Вы знакомы? О ее появлении в святилище ходят легенды Но я этого не застал Тебе нужен не я, а Мидон, старший жрец Он часто вспоминал ее До того, как отрезал себе язык Отрезал язык? Если он не с больными, значит в гостевом доме Проводит время в обществе своих слуг Спасибо Я не забуду твою помощь Эти люди тоже тебя не забудут Так Давайте распустим Мидону Что тут происходит? Работы всякие идут Работы всякие идут Так Поехали Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты знаешь, куда она пошла? А все жрецы спят со своими служанками? Я не служанка. У нас священная связь. Вот как. Ясно. Я поняла, зачем ты отрезал себе язык. Когда мать принесла моего брата, вы бросили его умирать. Хрисис боялась, что ты проболтаешься. Все было не так! Откуда тебе знать? Ты слишком молода. Он часто рассказывал мне, пока не лишился голоса. Он хотел спасти дитя. Сделал все, что мог. Я не верю. Мертвый мой сын не мог умереть. Не знаю, что еще сказать. Тебе повезло, что мальчик прожил так долго. Он был очень тяжело ранен. Он оплакивал участь этой спартанки, оказавшейся так далеко от дома. И ее сына, покалеченного, чуть живого. Расскажи. Я хочу знать. Даже Аполлон не спас бы дитя. Мидон рассказывал, как плакала его мать. Держала сына на руках. И пела ему, прежде чем отпустить к богам. Хрисис забрала его так? И скрыла правду, лишив тебя голоса? Где она? Рядом есть алтарь. Люди приходят туда со своими больными детьми. Она отнесла ребенка туда. Ступай к статуе Аполлона Малиадского и найдешь Хрисис. Люди ищут здесь исцеления. Но я вижу только смерть, отчаяние, жрецов без языков и детей на попечении у сумасшедшей. Моя мать напрасно доверилась вам. Я разыщу Хрисис, и она заплатит за все. Тише, дитя. Да благословит Гера твою семью. Хрисис нужна мне, чтобы отыскать мать. Надо найти алтарь Аполлона Малиадского. Разве там местные заодно? Аполлона Малиадского Фобос, поехали быстрее. Нужно наказать Хрисис. Это алтарь Аполлона Малиадского. Это статуя Аполлона у алтаря. Но в этот раз Хрисис увидит небеззащитное дитя. Все ясно. Предупреждение. Бежим быстрее. Вы все умрете. Вода! Нужна вода! Похоже, убийство это у вас семейное. О, хозяйка Орла. Не смей говорить про мой род, змея. Я помню, как твоя мать принесла сюда мое дитя. Жалкое, плачущее, слабое существо. Зная тогда, что у Мирин двое детей. Но теперь ты здесь. Вся семья в сборе. Моя мать поверила, что ребенок мертв. Он был мертв. О, как она рыдала, когда дитя затихло. Но я позаботилась о нем. Положила на алтарь. Молила всех богов о пощаде. И они вняли. Что ты сделала с моим братом? Я спасла ему жизнь. Научила страдать. Чтобы он познал боль и встречал ее, словно старого друга. Теперь он заставит всю Грецию познать ту же боль. Ты пытала его. Он был ребенком. Научила выживать. Мир жесток. Будь сильным или умри. Я дала ему силу. Куда отправилась моя мать? Эта дрянь скрылась в Коринфских холмах. Делец должен был привезти ее назад ко мне. Но ей все равно не скрыться. Она родит нам еще детей. Я убью тебя за всю боль, что ты причинила. Мир это боль. Но Деймос с ней справится. Твоя мать визжала, как свинья на алтаре, моля богов о спасении. Я стала Деймосу лучшей матерью, чем она. Могу и тебе стать матерью, хозяйка орла. Речь не только о моей семье. Ты и твой культ хотите погубить Грецию. От вас одни страдания. Твою руку и крови. Ты угрожаешь мне и смеешь говорить о страданиях? Ты убийца. Совсем как твой брат. Я докажу тебе. Мой сын! Это твое дитя? Он умирал. Хрисис велела сделать подношение Гере, чтобы его спасти. Хрисис подожгла храм, пока мы с ним были внутри. Хрисис служит Гере. Выполняет ее волю. Разве так должно быть? Твой сын чуть не сгорел заживо. И ты его спасла. Хвала богам за это. Все хорошо. Мама здесь. Не уверена, что стоило спасать дитя. Хрисис нужно остановить. Если верить словам Хрисис, моя мать думает, что брат давно... Есть задание вернуться в Афины. А есть еще какое-то задание. Что это такое, что она в лагу не приедет? Давайте я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Обо всех, кто сюда приходит. О хворях и лечении, чтобы помнить о чудесах, совершенных Асклебием. Вспоминать обо всех ни к чему. Мне нужно найти один камин. Да, понимаю. Мудрый выбор вполне. Жаль, что у меня нет времени. Слушай, я не причиню вреда. Я просто хочу найти мать. Это Хрисис. Она контролирует всех жрецов в этом святилище. Тому, кто выдаст тайну хозяйке орла, не сдобровать. Не говори вслух. Просто укажи нужный камень. Я понял. Идем. Скорей. Они то заметят. Так веди. Сюда. Вот так. Если кто-то увидит, меня убьют. Что может угрожать жрецу в святилище? Многое. Время такое. Красиво все выглядит, конечно. А насчет времени, да. В опасное время живете. О, помню этот случай. Это было во время великого мятежа. Ты тогда была ребенком. Давай без подробностей. Ближе к делу. У той женщины в горле завелись черви. Асклепий отрезал ей голову, чтобы достать их, а затем пришил обратно. Мне явно нужна не она. Что бы сказал Гиппократ о таком лечении? Гиппократ умелый целитель. Из него мог выйти толк. Мог? Он и сейчас лечит больных. Он всегда полагается на себя, но не на милость богов. В вопросах жизни и смерти так и надо. И все истории такие странные. В наше время Купидид, Эврипид и этот болтун Аристофан описывают все как есть. Но интереснее узнать о героях, о чуде, тайных в боках. Здесь говорится о раненом мужчине. Собаки вылизали его и исцелили благородные звери. Это бессмысленно. Эти истории дают людям надежду. Но только не мне. Расскажи о Хрисис. Она влиятельна и опасна. Но так было не всегда. Она появилась здесь ребенком. Жрецы ее забрали для служения богам. Она была умна и решительна. Скоро уже жрецы сами стали к ней прислушиваться. Ее любили. Но ее сердце навсегда ожесточилось. А как насчет этого? Дай угадаю. Здесь описана слепая женщина, чьи глаза вылизали змеи. Тут написано из Спарты. Пришла с ребенком. Взывала к богам. Почему большей части нет? О, я сейчас. Я расскажу. Я это помню хорошо. Спартанка грязная и в крови. Прибыла к нам с дороги. Мы позаботились о ней. И она ушла. Куда, я не знаю. А дитя нельзя было спасти. А кто может знать? Нас видели. Ступай к оливковому дереву Геракла. У входа в святилище. И жди. У меня для тебя кое-что есть. Что это тут у нас? Жрец и наемник на дружеской прогулке? Да хранят тебя боги, Плейстас. Я как раз направлялся в архивы, когда повстречал эту мистию. Неужто? И что вы так горячо обсуждали, можно узнать? Жрец учил меня врачевать раны от мечей. Да, раны. Серьезно? И как Тимоксен предлагает лечить такие ранения? Сами. В каком смысле? Они вылизывают раны. Отлично. Не выдавай все свои тайны, Тимоксен. Кто будет приносить дары, если больные смогут лечиться сами? Нет. Нет. Ни за что. Если позволите, мне нужно удалиться. Ты все узнала, Мистия. Пожалуйста, уходи. Так, оливковое дерево. Направляемся сюда. Надеюсь, они с ним ничего не делают. Ну, что у него здесь нет друзей. Или здесь всех. Ходит этот рейк. Скорый жрец прячется у дерева. Древо Геракла. Сдается мне, оливки любят больше, чем легенда. Спасибо, что не выдала Мистия. В этом святилище слишком много людей, Хрисис. Что еще ты знаешь о Спартанке и ее ребенке? Эта женщина оставила одеяльце. Мы хотели вернуть, но ей было больно на него смотреть. Она ушла? Что случилось с ребенком? Да. Хрисис права. Ты нас подвел, Тимоксен. И ответишь за все. Плейстерс! Нет. Отойди, жрец. Я с ними справлюсь. Получше! Плейстерс! Плейстерс! Опять! а а а а а а не да а а в здесь имеется еще какое-то задание интересно было бы найти крисис и но а а а а а а а а а Понастраивали тут хижину своих, не пройти, не проехать, не пролезть Миссия, помоги, умоляю тебя, помогите мне Это что женщина? Тише, скажи что случилось На нас напали в лесу, мой муж хотел защитить нас Если твой муж остался там один, долго он не продержится Прошу, у меня дитя, помоги нам Я найду твоего мужа и разбойников Так, наверное, мои навыки сейчас служим Какие-то Думаю, все идет Так, направляемся в лес Когда ты спасла дитя, я поняла Ты не бросишь человека в беде Хрисис Убила его только, чтобы заманить меня Умереть от руки величайшей жрицы Геры большая честь Он не противился Теперь в моем совете освободилось место Ты еще можешь примкнуть к нам? Ты лишилась рассудка Это безумие Мир, в котором убийц вроде тебя чтут героями Вот безумие Ты сама создала такой мир Я против него Хорошо Хорошо Раз ты желаешь лишь сеять хаос Желаешь слыть убийцей Нападай, дитя Ты могла бы примкнуть ко мне Мы могли бы править миром вместе Отдай мне свою жизнь Давай Благодаритель Подлая змея Я не успокоюсь, пока не перебью всех членов культа Вас вычеркнут из истории Я это сделаю Это за мою мать И все разрушенные тобой семьи Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Добавил субтитры Девушки отдыхают 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 Какая-то македиация Тут кухня Это что ж такое? Так проще Свет мой Я же сказал Это Кассандра Да Входи Как унизительно, что именно ты видишь меня таким Ты впрямь не похож на себя Я чувствую себя так же Вот лекарство А, да Я привык, что обычно их приносит Феба Я хотя бы жив Чего не скажешь о моем городе Теперь это тень былого Что ж, отныне здесь правит Клеон Ему придется вдохнуть в город новую жизнь Я хочу посмотреть на Афины Выйдем на балкон Все изменилось Мне не хватит сил, чтобы взглянуть смерти в глаза Да Ты поправишься, если покажешься Гиппократу Куда ты? Стой! Эх, поздно Болезни не делают исключений Боюсь, я подвел Афины Свой народ Аспасию Нет Неправда Ах, ты добра Но я проиграл Аспасии нужна защита И Афинам Я думал, что пожертвова в Афине достаточно, но ошибся Я должен быть там, на улицах Тебя растерзают Клеон не пытается успокоить толпу К счастью, Клеон не увидит меня таким Я благодарю богов за это Больше не за что Вини не богов Вини мир, что встал с ног на голову Судьба Афин решена Остается только ждать Ты должен вернуться И отдохнуть Я должен быть в Парфеноне Это мой великий дар Афинам Нам нужна милость богов Но Аспасия Аспасия права Обычно, да Но не в этот раз Да Я пойду внутрь Спасибо, Кассандра Скажи Аспасии, что я был послушан и выпил лекарства Ладно Перикол принял меня Он покорно выпил лекарства Спасибо Что-то не так? Феба до сих пор не вернулась Я видела ее в толпе Куда она направилась? К Анастасиосу узнать насчет переправы Как только Перикол поправится, мы покинем Афины Выбора нет Но она пропала Бояться нечего Аспасия бушует чума Ты ведь знаешь Она лишь дитя Отдай Фебе должное В ее годы я была беспомощнее Перикол знает о культистах в Афинах Это опасно Правда? Я думала, он просто бредил Я разыщу ее Где живет Анастасиос? В доме напротив Адеона Перикла Хайре Давай, Кассандра, нам нужно найти кебу Надеюсь, не все хорошо Здесь все хорошо теперь Очень плохо все Очень плохо все Анастасиосу Вроде и на месте Мне кажется, почти на месте Мне кажется, почти на месте Погода О Боги Что здесь произошло? Это резня предупреждения Хорошо, что Фебы здесь нет Надеюсь она цела Похоже, Деймос сдержал своё слово. Феба. Феба! Нет! Эй! Нет! Стой за руль! Феба! 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 Нет, нет, нет! Нет! Элла! Элла! Земля, мать всего, выслушай. А? 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 А не ясно. Кассандра! Всё хорошо? Мне нужно увидеть Аспасию. Сперва найдём Перикла. Он пропал. Хаиду! Перикла! Говори где Аспасия! Кассандра! Прости, Феба. Аспасия ищет Перикла у Парфенона. Ступай туда. Думаю, стоит пойти с ней. Согласен, друг мой, согласен. Прости, Феба. Здесь могло все быть по-другому. Ты поверила ребенку. Ты ведь знаешь, Феба не приняла бы отказ. Я была бессильна. Бессильна? Ты отпустила ее, а ведь могла уберечь. Я попросила ее помочь защитить Перикла. Она жила ради других, Кассандра. Ради тебя. Это горе. Мне ее не хватает. Мне тоже, поверь. Но ты знаешь цену этой жизни. Знаю. Знала ли Феба? Аспасия, ты здесь. Вы нашли Перикла? Быть может, он внутри молится. Он не захотел оставаться на вилле. На горе все стало еще хуже. Это безумие. Поговорим потом. К делу. Перикл. Ну! Я собираюсь уничтожить все, что ты создал. Афины мои. Перикл. Не смеем не мешать. Сражайся! Все потеряно. Великий человек. И вряд ли мы осознаем, насколько. Нужно увезти ее из Афин. Возьмем корабль. Надо уходить. Иначе он погиб зря. Ладно. Возьмем корабль. Девушки отдыхают Леон приказал никого не выпускать И привезти к нему Аспасию Я не пойду Прочь Держи Ты умрешь Держи 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 Все в порядке Идем Мы остаемся, Кассандра О чем ты? Мое место здесь Я не могу оставить Афинин без врача Аспасию ты защитишь сама А нам оставь Афины Ты видел, что стало с Периклом Хочешь повторить его судьбу? Если несогласных не останется Люди не пойдут против Клеона Я нужен им Уверен? Я прожил жизнь, как Афинин И умру, как Афинин Окажите мне услугу Вы оба Конечно Найдите тело Фебы Похороните ее Конечно Со всеми почестями Спасибо Нам пора, Кассандра Я рассчитываю вновь увидеть вас В живых Пиздали, Афины кажутся такими спокойными Словно там царит мир Но это лишь видимость Мне так жаль, Аспасия Насчет Перикла И Афин Не надо казнить себя Это не твоя вина Кажется Я подвела их всех Никому не смогла помочь Наделала ошибок Не думай так Во всем виноват только культ космоса А Феба? Нет, позволь мне За Фебой приглядывала я Нельзя было отпускать ее Это моя ошибка Нет Я хотела извиниться Ты ни при чем Прости Еще одна смерть на совести культа Перед смертью Они будут молить о пощаде Непременно А пока нужно подумать о будущем Ты знаешь, куда плыть? Я надеялась, ты поможешь мне Конечно Та женщина Феникс Песня Сирены и ее корабль Феникс Да, именно так Я слышала, этот корабль стоит в порту острова Наксос Что ж, плывем к Наксосу Найдем Феникс Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...